Делаем такое жесткое заявление и требуем отставки президента, как Верховного Главнокомандующего. А, значит, делаем это требование, потому что страна наша на грани исчезновения. Посмотрите, назовите мне хоть одну сферу, ну, коррупцию там, бандитизм, мы не берем. Сферу, вот жизненно важную сферу, будь то экономика, будь то культура, будь то образ человека, который формирует, да и вообще образ будущего, все это загибается. И главное, что мы, правительство наше, президент осуществляет вот эту программу истребления коренного населения нашей России. И даже в демографическую национальную программу, она принималась еще, по-моему, да, при Медведеве, заложено вот это сокращение численности населения, 1,7 на семью, то есть не воспроизводим сюда. И мы видим, две линии четко проводятся. Это разрушение основ государственности России, когда Путин ни за что не отвечает, перекладывает там на регионы, там наш этот Роснадзор, значит, этот, значит, все берет, действует по инструкциям, ВОЗ и так далее. Президент говорит там прививаться, прививки не обязательно, здесь заставляют повсеместно, именно вот путем насилия такого заставляют прививать и детей и так далее. То есть вот система управления и основы государственности разрушаются. И это стало главной линией деятельности президента Путина, его, по крайней мере, командой, если ее только можно так назвать. И второе, идет планомерное истребление коренного населения. Это программное. Посмотрите, вот 10 русских регионов, начиная там с Мурманска и так далее, за время правления Путина сократилось, ну, в среднем, там, подсчитывают на 24% количество жителей этих регионов. Неравномерность регионов. Одни имеют какие-то полномочия сумасшедшие, не подчиняются даже Кремлю, а других там зажимают и так далее. Вот, посмотрите, ну, финансирование, датирование даже регионов. Леонид Григорьевич. То есть страна варится. Поэтому мы требуем в отставку, чтобы завтра мы не проснулись, как при Ельсине, при этом величайшем преступнике. Вот, и Союза нет. Вот, Леонид Григорьевич. Леонид Григорьевич, Леонид Ивашов у нас в эфире. Но вы говорите про внутренние проблемы, мы про них здесь часто говорим. А все-таки с внешнего контура угроза есть сейчас для России или нет? Внешнего контура всегда есть. Угроза и риски. Это в военной доктрине, в основах военной доктрины 1993 года, единственный раз в истории России было записано, что противника внешних у нас нет. Есть там отдаленные риски и вызовы. А главная угроза безопасности Российской Федерации, она лежит внутри.